всем привет дорогие друзья утро пятница самое время для перемен финансы ну что же прошла еще одна торговая неделя с того момента как вышел прошлый ролик можете открыть посмотреть его и ролик до этого когда еще энтузиазм был достаточно велик у всех вот и что собственно мы ожидали на сегодняшний момент готов констатировать что глубокого отскока наверх так и не состоялось впрочем еще не все кончено в той же самой америке еще могут быть в конце года лонговые какие-то настроения прогнозы у меня уже все есть их обязательно выложу ну допустим в этот следующий понедельник у нас будет прогноз на квартал на полтора вот си на сегодняшний момент позиции которые у меня присутствуют это bitcoin в около нулевой отметки куплен по 20000 так он тут и болтается акции которые у меня на счете лежат просели там на процент ничего вообще критичного то есть мои прибыли перекрыты мои убытки перекрыты моими прибылями совершенно спокойно смотрю вперед и уверенно в будущее шага позиция моя по российским акциям то же самое ничего не поменялось как я говорил что их нельзя брать и продавали мы их по хаям на самом деле до этого обвала так в общем то и есть остается только по соболезновать тем людям которые зачем-то купили очередное но скажем так на новости о мобилизации первое что я бы хотел сказать в этой связи это несусветная глупость почему потому что война еще по-хорошему даже не началась идет серьезная подготовка к ней а публика выкупила российские акции то есть мы еще не видели даже падение это было всего лишь небольшая коррекция перед основной фазой падения индекс ртс упадет сильно ниже 1000 и об этом нужно знать и понимать и те люди которые спешат быстрее набить свои портфели по их мнению хорошими акциями я призываю задуматься о таком вопросе вы лично будете призваны на фронт если да зачем вам эти вообще акции и теперь задумайтесь как будет реагировать внутренний рынок а наш рынок ртс это внутренний теперь только рынок вот сейчас крупняк весь разгрузился перед событиями мобилизации это было видно и вот сейчас мелкий инвестор зачем-то скупил все эти акции может быть под предводительством каких-то консультантов сложно мне сказать но совершенно точно придут они к следующему завершению цикла уже в очень глубокой просадки как я говорил о том что в прошлом ролике или позапрошлом что я жду газпром ниже 70 рублей а акции такие как допустим аэрофлот и другие будут болтаться на дне еще очень долгое время поэтому смысла спешить с этой покупкой я например не вижу никакого до разрешения ситуации с этой так называемой спецоперации до того как мы выйдем на экономику уверенного роста нет никакого смысла покупать эти акции на сегодняшний момент вот те акции которые у нас вышли в плюс мы разгрузили все остальное оставили в долгосрочном портфеле будем докупаться на самом деле еще сильно позже вот было экстренное совещание клуба инвесторов о котором я оповещаю в моем телеграм-канале всегда он бесплатный за подписывайтесь смотрите там очень много новостей в том числе мысли по политике здесь я уж вас не обременяю такими вещами а там текстом очень даже да и очень оперативно получается ну так вот получается что на сегодняшний момент я бы отложил в сторону кнопку buy на российском рынке и задумался бы наоборот для того же о том чтобы купить именно валюту причем как ни парадоксально сейчас это звучит именно доллары сша поскольку на сегодняшний момент у нас в россии вообще большой вопрос сможет смогут ли люди которые их покупают продать но тем не менее за неимением альтернатив более устойчивым валютам доллар соединенных штатов америки который будет еще судя по всему ну достаточно долго укрепляться к другим мировым валютам по моему прогнозу так точно полугодие как минимум и только в 2023 году где-нибудь там к середине года мы может быть увидим начало спада но да все это время будет большой рост доллара идти и поэтому я бы на сегодняшний момент смотрел на то чтобы инвестировать до избавляться потихонечку частями как я говорил в прошлом на месяц или два месяца назад что избавляюсь или выхожу из доллара что это значит вот я покупал недвижимость которая сейчас выросла на этой военной риторики на 30 процентов только за последний там квартал я там выходил и в bitcoin до который два раза успешно проспекулировал наверх и сейчас снова занял ланговую позицию и жду допустим год уже подождать можно и целая куча других вариантов у меня там и покупка товара для спекуляции еще чего-то я сейчас смотрю на недвижимость допустим в других странах активно подбираю на получается что я продолжаю на самом деле избавляться лесенка и доллара и не смотрю на ценник почему потому что разворот который в нем случится он конечно резким не будет но те цены а в акциях и в недвижимости других например странах или в той где я сейчас живу в грузии а он точно будет переписан выше после того как доллар начнет свой ралли вниз долгосрочно в течение лет пять наверно мы будем это видеть то есть вот этих и перепишем там в течение года двух и там дальше уже конечно начнется и понижение ставок и новый цикл роста и сильная инфляция и потеря ценности доллара и рост недвижимости в странах которых недвижимость привязана в доллару я не говорю про россию в россии недвижимости это ваш вопрос она будет падать совершенно точно и сильно будет падать когда мне год назад спросили люди почему там когда начнется падение недвижимости скал не раньше чем война в январе вышел скал будет война феврале те кто послушал уехал все продали сейчас недвижка ползет вниз но судя по всему эта фаза продлится на годы потребительская ну или скандат покупательская способность население будет падать зарплаты обесцениваться и судя по всему это будет доказывать сильнейшее давление на рынок недвижимости поэтому в россии нет тут своя песочница я ошибся в том что допустим год назад по моему или полтора сказал что российский рынок упадет вместе со всем рынком и что это будет глобальная картина на самом деле это оказалось не так именно как раз локальная картина россии и сыграла решающую роль на счет финансовых рынках мировых в том числе на сегодняшний момент я прогнозирую что будет усиление военной риторики по всей видимости на стороне украины выступят участники членов нато и это однозначно вызовет еще большую эскалацию и мобилизацию уже полную скорее всего частичная полная мобилизация на самом деле игра слов если вы посмотреть как это выглядит в законе то вы поймете что фактически просто идет речь о категориях и категории стираются после названия полная но с этими категориями можно играть и они это делают успешно этом на сегодняшний момент нет ничего что заставило бы меня вложиться в россию не в недвижимость не в акции российской федерации больше тех планов которые мы как-то запланировали сделали мы не будем вкладывать поскольку это огромный колоссальный риск я призываю вас задуматься о таком факторе которым почему-то никто на сегодняшний момент даже не упоминает а ведь это основополагающая вещь задумайтесь фондовый рынок россии обнуляется каждый раз когда меняется власть приходят другие люди захватывают корпорации их акции перед руби перетрубаться внутри корпорации их акции обесцениваются сажают одних вспоминаем до дела юкоса забирают имущество дальше перекладывают акции стоимость этих активов на свои компании это дележ имущество он будет и дальше в россии не пришла не к демократии не к свободному рынку не к ценообразованию сколь нибудь независимую посмотрите как сейчас в россии происходят инсайдерские продажи покупки нам и кто-то имеет информацию взял этот газпром слил а теперь а толпу вытерли ноги а я заранее предупредил что ровно так и будет и все вот эти люди которые заманили сейчас людей в этот газпром судя по всему останутся в нем долгие годы потому что просадка это будет развиваться продать будет жаба душить а вот и смысла нет на самом деле крыть убытки под которые ты сам же подписался то есть чек когда инвестор входит как куда-то в какую-то позицию он берет на себя этот риск он берет на себя риск того что эта акция может быть вообще обанкротилась обанкротится я так всегда делаю то есть на испуг меня в конкретной позиции не берешь вспоминаем акции wish в которые там вложил 500 долларов так они у меня практически и там чуть ли не обнулили сто от них осталось вспоминаем beyond meet когда он просил на 60 процентов удачная покупка или нет я еще посмотрю потому что рост на продовольствие которое я ожидаю сильнейший вот в следующий там квартал полтора может вызвать мощный подскок этих компаний и в любом случае я жду что эта компания останется в моем портфеле я готов идти до конца до полного банкротства компании то есть когда я в нее вхожу я говорю вот здесь уровне если вы спекулянт ставите стоп вот здесь но лично я буду сидеть до упора и так я буду сейчас смотреть на все компании и apple и виде и другие и значит последнее что у меня там warner brothers было там и не сказала еще что то то все эти компании я буду рассматривать как долгосрочные на сегодняшний момент половины из них еще не купил но планирую вот сейчас это делать и понимаю что будет покупку еще 2 3 5 одно я все равно буду покупать лесенкой и так я буду делать на протяжении всего года частями распределяя от меньшего большему как это работает сейчас уложил допустим из миллиона десять тысяч чем сильнее падаем тем больше лесенкой пирамиды вниз я набираю позиции в итоге в самом низу окажется что купил сильно ниже рынка весь общий свой портфель и весь мой портфель начинает расти уже снова в новом цикле здесь нужно варьировать что есть компании которые четыре цикла экономики как я уже говорил начинают расти первыми после обвала и падают последние вот те кто которые последние падают это киты мы их фиксировали у нас их нет и на сегодняшний момент мы будем брать уже акции малой капитализации и перспективные компании в первом цикле и после обвала недвижимости в мире которая обязательно состоится рииты и все остальные то есть по-хорошему на сегодняшний момент мой весь ролик можно охарактеризовать что ли вывод какой по нему сделать что для покупок долгосрочных несомненно еще рано те люди которые входят в клуб инвесторов уже наверное 10 раз перекрестили что это сделали еще в начале года некоторые поскольку они избежали всего вот этого вот хаоса не купили там компании которые продолжили лететь и грамотно риски выстроили и сейчас у них все эти деньги они на руках это люди с деньгами чего уже сейчас практически не встретишь и они готовы покупать до того момента когда или в тот момент когда рынок начнет расти вот сейчас мы как раз этим и занимаемся мы выбираем компании я предполагаю что нефть прогноз здесь мой уйдет на 83 дальше будет разворот и поход на 150 как и говорил в прошлом ролике ничего нового не говорю люди мотают перематывают не смотрят прогнозы я специально перестал делать таймфрейм и для того чтобы те кто заскакивает сюда случайно не оставались интереса в том чтобы продать лишнюю там какую-то я не знаю подписку у меня нету никакого и есть очень узкий круг людей с которым мы работаем я едва с ними справляюсь потому что свою работу я стараюсь делать качественно поэтому на сегодняшний момент я говорю открыто что выходить в акции тем более россии для нас является просто смерти подобно во время начала основной фазы войны эти компании будут стоить около нуля многие прогнозы сбываются по сеге же я выкладывал по многим другим графики которые у меня уже исполнились я выкладываю в telegram канале не исполнились тоже стараюсь это делать так вот на сегодняшний момент как раз мы там увидел какой-то локально одно ну топтаться мы на нем будем достаточно долго мы еще не видели горячей фазы она обязательно состоится дорогие друзья это мой основной программ нос ну и обрушение экономики россии она совершенно точно произойдет даже через локальный отскок то есть сейчас мы отпады до конца вот к этим отметкам где мы ждем далее будет перехай локальный да то есть не хаев глобальных которые у нас были в прошлом году а вот тех хаев которые у нас были там середине года и все и на этом все кончится потому что дальше начинается именно уже мировая рецессия переходит в стадию мирового кризиса и вот там мы собственно столкнемся абсолютно со всеми негативными последствиями которые мы с вами планируем только там по хорошему я буду формировать весь свой основной портфель здесь мы несомненно будем кататься на волнах покупать отскоки значит стараться это делать со спекулянтами во всяком случае мы будем стараться входить в те же облигации когда они будут достаточно интересные смотрите прогноз мы по фазе выкладывал в телеграм канале как точно мы отбились вниз и те люди кто продавали с нами в клубе инвесторов эти облигации в тот самый момент когда ровно это и нужно было делать сейчас уже потирают руки когда же они снова их купят для того чтобы увидеть еще одну последнюю вот эту волну роста в общем на этом сегодняшний мой ролик он что достаточно информативный закончен со всеми я на связи telegram канал вам в помощь там я продолжу выкладывать свои мысли по ходу потому что рынок очень быстро меняется ролики на все пускайте достаточно хлопотно ну и собственно с вами на связи в бусте патреоне как всегда пока